На заседании коллегии в Управлении ФНС России по Волгоградской области подведены итоги работы налоговых органов региона за 2023 год. Мероприятие открыл руководитель УФНС России по Волгоградской области Роман Иванов. В работе коллегии принял участие первый заместитель губернатора, председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев. За 2023 год в консолидированный бюджет Волгоградской области поступило 137 миллиардов рублей. Это почти на 18 миллиардов рублей больше, чем за 2022 год. С федеральным безвозвездным поступлением общий объем доходов в консолидированный бюджет – это 199 миллиардов рублей, и по расходу части мы перешагнули 201,5 миллиардов рублей. Это серьезная работа, которую вы, как налоговый орган, обеспечите поступление как в федеральном бюджете, так и в региональном субъектовом уровне бюджета. Положительная динамика обеспечена по всем основным бюджетообразующим налогам. Налог на прибыль, поступление по которому превысили 42 миллиарда рублей. Налог на доходы физических лиц с объемом поступлений более 50 миллиардов рублей. Доходы от акцизов составили около 20 миллиардов рублей. По имущественным налогам, как юридических, так и физических лиц поступило 13,5 миллиардов рублей. По специальным налоговым режимам, поступления составили более 10 миллиардов рублей. На совещании отмечено, что рост налоговых поступлений в первую очередь обеспечен благодаря устойчивому развитию экономики нашего региона и увеличению налоговой базы, в первую очередь по налогу на прибыль. По итогам 9 месяцев 2023 года доход налогоплательщиков увеличился на 13% и составил более 800 миллиардов рублей. При этом база для исчисления налога на прибыль увеличилась на 39% и составила 65 миллиардов рублей. Как следствие, вырос налог, подлежащий к уплате, и составил 13 миллиардов рублей. Убыток, заявленный налогоплательщиками, снизился на миллиард 200 миллионов рублей, или более чем на 16%, а за пять лет сумма убытка снизилась в два раза. Особое значение налоговыми органами Волгоградской области уделяется налогу на доходы физических лиц. Он составляет 40% от общего объема поступлений в бюджет, а также предоставляет возможность получения физическими лицами вычетов. При подведении итогов декларационной кампании 2023 года отмечено, что за налоговыми вычетами обратилось 173 тысячи граждан. Общая сумма налога к возврату из бюджета составила 5,5 миллиардов рублей. Налоговыми органами Волгоградской области декларации 3НДФЛ, в которых налогоплательщики заявили налоговые вычеты, проверяются как можно быстрее. Так, по итогам 2023 года средний срок проверки декларации с момента подачи заявления до получения денежных средств составляет не более 15 дней. В настоящее время продолжается тенденция к снижению количества выездных налоговых проверок. Так, за 2023 год налоговыми инспекциями области проведено 74 выездных налоговых проверки. Это на 31 проверку меньше, чем в 2022 году. В результате проводимой налоговыми органами контрольно-аналитической работы, направленной на побуждение налогоплательщиков к уточнению своих налоговых обязательств, бюджеты всех уровней дополнительно перечислено порядка полутора миллиардов рублей. Платежная дисциплина жителей региона находится на достаточно высоком уровне, что позволяет добиваться высокой собираемости имущественных налогов и снижения задолженности. В 2023 году в бюджет Волгоградской области перечислено около 3 миллиардов рублей имущественных налогов физических лиц. Кроме того, задолженность по имущественным налогам с физических лиц снижена по итогам года более чем на 305,5 миллионов рублей. Налоговыми органами Волгоградской области на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на достижение высокого уровня обслуживания налогоплательщиков, повышение качества и доступности услуг, оказываемых налоговыми инспекциями. В 2023 году открылся обновленный операционный зал для приема налогоплательщиков Межрайонной ФНС России номер 9 по Волгоградской области. При организации пространства операционного зала использовались принципы четкого зонирования и разделения процессов обслуживания, что позволяет налогоплательщикам легко и быстро ориентироваться в выборе услуг и необходимой информации. Кроме того, при проектировании интерьера особое внимание было уделено эффективности использования пространства. Таким образом, удалось увеличить количество мест ожидания для налогоплательщиков, не снижая уровень комфорта. Зона ожидания оборудована удобной мебелью. Здесь налогоплательщики могут воспользоваться гостевыми компьютерами с доступом к справочно-правовым системам и интернет-сервисам сайта ФНС России. За 2023 год в Волгоградской области выросло количество индивидуальных предпринимателей. Это свидетельствует о росте деловой активности жителей региона, а также о благоприятной для развития малого и среднего предпринимательства экономической среде. Так, по состоянию на 1 января 2024 года зарегистрировано более 214 тысяч субъектов предпринимательской деятельности. В Волгоградской области зарегистрировано 30 тысяч юридических лиц, 57,5 тысяч индивидуальных предпринимателей и 127 тысяч самозанятых. За 2023 год их количество увеличилось на 24,5 процента. За счет увеличения количества самозанятых почти на 46 и индивидуальных предпринимателей на 6,5 процента. Наряду с повышением качества обслуживания налоговые органы Волгоградской области уделяют значительное внимание расширению бесконтактного способа общения с налогоплательщиками через интернет-сервисы ФНС России, что максимально экономит их время и создает комфортные условия для своевременной уплаты налогов. В настоящее время на сайте ФНС России в общем доступе действует более 70 электронных сервисов для информирования и обслуживания физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Самым популярным из них является личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. В Волгоградской области по состоянию на 1 января 2024 года количество пользователей интернет-сервиса, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц составило около миллиона двухсот тысяч человек. Самым ярким примером электронного взаимодействия являются самозанятые, деятельность которых, начиная от регистрации и заканчивая уплатой налога, осуществляется полностью в режиме онлайн через мобильное приложение «Мой налог» без личного посещения инспекции. Ежегодно число самозанятых в Волгоградской области растет. По состоянию на 1 января 2024 года количество зарегистрированных самозанятых составило 127 тысяч. Следует отметить, что максимальное число регистрирующихся в качестве самозанятых граждан в день в 2023 году составило 295. Для сравнения, в 2020 году, когда в Волгоградской области только вводился данный налоговый режим, их число составляло 178. Максимальное количество ежедневно регистрируемых самозанятыми чеков в 2023 году по сравнению с 2020 годом выросло на 26 тысяч и составило около 46 тысяч чеков в день. В 2023 году самозанятые заработали почти 15 миллиардов рублей и заплатили в бюджет Волгоградской области 375 миллионов рублей налога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова